И Сына и Святого Духа. Сегодня Церковь отмечает трагическую дату убиения царя Николая и его семейства. Святая Сегмирица. Долго время прошло, пока канонизированы были, а кто-то уже молился. Суть в том, что о нем суждения очень и очень противоположные. Разные. Давайте просто доверимся Богу и во свете Библии рассмотрим. Это случилось в 18-м году. Уже 102 года назад. При любом раскладе их бы уже не было на земле, они убили. Даже самому малому Алексею уже было где-то 14 лет. Значит, 116 лет он бы не жил. Царское семейство никогда не жило столько. Что случилось? Какой это был царь? Кто такие были, кто казнил его? Это ни один человек, ни два, которые это задумали. Это Святая Сегмирица. Все. Невинные княжные. Они были девственницей, замуж не выходили. А они, чем были виноваты перед новыми правителями? Я был в Смольном. Мне сказали, вот здесь, когда переворот случился, вилл в это кресло сел. То есть он считает, это его. Но в мире это уже было. Мы говорим, равно апостольный князь Константин, император называют. А как он царствовал? Это мы привыкли только больше житьянецам. История говорит о том, что за власть крепко боролись. Против него последний враг восстал реки, зять. Он ему объявил войну, но не победил. Победил его Константин. При переходе реки Тамтибр, кажется, он был неизвернут и утонул. А до этого был тоже один правитель. Пришел. Захватил власть, уничтожил царя, царису и детей. Это было подобное. Но это было в частном порядке. А эта задумка была во всемирном масштабе. Закончить с Российской империей. И так и получилось. Мы мысльно прикидываем. Но были другие цари. За 313 лет были разные. Николай I. Что он сделал? Они вернулись когда с победой в 1825 году. Когда были во Франции, с Наполеоном воевали. Многим ступили в масонские ложи. Подняли путь. Он их всех разгромил. И пятерых повесил. И 92 года не было никакой революции. Но когда Февральская революция случилась, царю советовали повесить 2000 смутьянов. 200 лет слово революция даже не будет произноситься. Подкорить под это. В этом смысле сравнить нельзя царя Николая II ни с Иваном Грозным, ни с Петром I. Эти расправились бы со всеми, не посчитались. И родственники пошли бы под меч. Значит, в данном случае, как царь по-земному, он должен защищать свою власть. Если он царь. А значит, весь народ страдает от этого. Ну так это было в Ветхом Завете. Там цари были. В Новом Завете были. И в Синьоан. Старший, канонизированный. Ну сейчас гей-парады. Мужик на мужике женится. А он что? Отрезает половой орган. Клеймит железом лоб. Выжигает до кости. И в шахты. И оттуда выкатывает тележку только до поворота. А тут уже другие будут. Чтобы они света никогда не видели. Церковь его канонизировала. В данном случае получается, что царь Николай был самый слабый правитель. Если бы не было войны, революции бы не было. Раньше как? Старались невест брать себе из другого государства. Тут его родственники. Войны не будет. Не помогло. Немка она была. Царица. Алиса. Александра Федоровна, как крещение она принято была. Один человек только крещал на всю Россию. Григорий Ефимович Распутин. В это время сам был ранен. Покушение на него было. И он телеграмму за телеграммой бил царю. Папа. Он звал его. Папа, не начинай демобилизацию. Сгоришь ты и весь дом твой. Один единственный человек, которому Бог открыл это. И самая поносимая личность. Как раз это Григорий Ефимович был. За 2000 лет никого так не поносили, как после смерти его. Тем более от царя. А другие его сваляют. Царя это царь, скупитель. Какой он и скупитель? И скупитель Христос. Это из всех, кто называют царей Божьей. Вот не могут люди устоять. Да, так был. Царь был слабохарактерный. Да. Но с религиозной точки зрения это был лучший царь. Самый лучший. За всю историю России. Он никого не тронул. Никого. Сам пошел на Голгопу и за ним Россия. Ну вот кажется, 7 человек царской семейства. Вот они на иконе, вы прикладывались где-то. Тех, кто организовали это все, они заплатили больше. 6 миллионов за это. За каждого почти по миллиону. Пришел другой правитель в другой стране, на них возник гонения. А они теперь приходят в власти. За каждого убитого еще по 10 человек, еще 66 миллионов ушло. Уже русского населения. А потом мы вдобавок дали почти 100 миллионов. Мы на это должны смотреть с точки зрения Библии. Все видимое, что мы видим, это временное. А невидимое вечное. С позиции вечности мы рассматриваем царя как лучшего за всю его историю. Как ходатая за русский народ. Мы молимся ему. Мы верим, что он там с Богом. А те, кто заказывал, заплатили за революцию, они сказали, царя, когда расстреляете, а он каждый день, не знали, когда расстреляют. Отрезать голову ему и Алексею. Заспиртовали. Бочка со спиртом. И пришла в Москву. Сегодня поднимает документы, показывает. Уж тут как они насмотрелись, как Калантай пишет. Теперь отправили в Америку. Я был там. И показали вот здание, куда привезли их голову. А остальное, много кислоты, разбивали прикладами головы от Екатеринбурга. И сжигали. И где похоронили, точно по сей день никто не знает. Но Господь сделал так, что тех, кто расстреливали, они виновны были перед этим властью. И власть потом их за другое дело расстреляла. А кто убийца? Дьявол. Всех, кто убивает, не от Бога. Поэтому памятью этой мы должны напомнить себе. Молиться о правителе, чтобы войны не было. Чтобы не было вот то, что случилось тогда, 102 года назад. Мы умоляем Бога, чтобы продлилось мирное время. Царь посылал на евангельские проповеди? Я говорю, что нет. Он мог сказать, для меня жизнь Христоса, смерть, приобретение нет. Библию в 1876 году знали на русском языке. Но дальше не пошло. Царь что-то чувствовал. Почему? Однажды он явился в синоде. Патриарха решили избирать. Он долго противился. Так я пришел и сказал, я готов быть патриархом. Архиереи все промолчали, как сегодня говорят. Правильно или неправильно, не будем судить. История не переигрывается. И поэтому мы ему молимся. Господи, Ты наш царь. Единый и вечный. И у Тебя наш русский царь. Услышь его молитвы, чтобы был мир у нас здесь. Чтобы другие государства от нас не страдали. Это Россия все везде брала. И Финляндия, и Польша. Это все в Россию входило. Нам это не надо. Нам нужно разобраться с самими собой. И это был царь Николай. Ты теперь все это осознал. Помоги правителям, чтобы они поняли. Не надо другое брать у чужих государств. А остановиться и прославить Бога. И послать священников, монахов на проповедь Евангелия. Впервые за годы советской власти вышли Евангелия, вот четверо Евангелия, крупным шрифтом за подписью по благословению святейшего патриарха Кирилла. Я все эти годы говорил об этом. Когда появилось, а кто издал? Ну, по его благословению. Через наши руки только прошли десятки тысяч Евангелий. Итак, у кого нет, в этот день хотят сказать, ради царя, ради Бога. Я желаю иметь Евангелие, куда бы ни поехал, чтобы с собой были. Что случится? Авария. Взяли в руки, даже у мертвого в сумке нашли Евангелие и обратились люди. Молитвами царя, мученика и его семейства, да помилуй Господь нашу страну, да распространится слово Евангелия по всему миру. О Богу нашему слава в обеде веков. Аминь. Аминь.